В горах республики Алтай спасатели провели уникальную по сложности спецоперацию. Там группа из восьми туристов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Рязани попала под камнепад. Один человек погиб, еще один серьезно пострадал. Вместе ЧП узкое ущелье и острые камни, поэтому эвакуировать людей оттуда могли только с помощью вертолета. Пешком спасателям пришлось бы идти на место происшествия не меньше трех суток. Из-за сложности на местности посадить Ми-8 вблизи людей не удалось. Вертолету пришлось буквально зависнуть над валунами, пока спасатели добирались до раненого и несли его к машине. Но в итоге эвакуация с гор прошла нормально. Помощь мужчине оказали уже в полете, а в Горно-Алтайске передали его бригаде скорой медицинской помощи. Прекратили путешествия остальные туристы, у всех было слишком подавлено настроение. Пятерых доставили вертолетом в Горно-Алтайск, а еще двое решили добраться до населенного пункта самостоятельно. А вот за погибшим вертолет полетел отдельным рейсом. Чтобы добраться до тела спасателям, придется разобрать горный обвал. Причем отмечу о том, что одного туриста забыли, выяснилось только позже, со слов спасшихся. Территория, где находилась группа, в южной части республики Алтай и приравнена к районам Крайнего Севера. Это самое холодное место в регионе. Молоснежная зима там длится чуть больше семи месяцев. Местами сохраняется вечная мерзлота, но красивая природа и возможность заняться альпинизмом ежегодно привлекают туда тысячи туристов. Они совершают восхождение на вершины и перевалы горы Белуха.